Всем привет! Сегодня мы поговорим про висячую пунктуацию. Сегодня у нас урок номер 15, и я, скорее всего, его разделю на несколько частей, и будет как бы не урок 15, потом 16, а скорее всего, я сделаю вот так, что урок 15.1 это вот сегодняшний урок, потом 15.2 это будет следующий урок тоже про висячую пунктуацию, и следующий урок про висячую пунктуацию будет 15.3 и так далее. Просто я не знаю сама, сколько мне нужно будет времени для того, чтобы сказать про висячую пунктуацию, но вот пока что начнем с таких вот маленьких основ. Я думаю, что основу я расскажу это за два урока, а потом что будет пока что я не знаю. Ну поехали! Значит, висячая пунктуация, для чего нужна она, и вообще, что это за фигня такая? Дело в том, что наш глаз, наш мозг и глаз, они воспринимают некоторые символы, допустим, вот тире, многоточие, те же самые запятые, точки и вопросительные знаки, как пустое место. Вот честно скажу, как пустое место. Это связано с такой штукой, как, господи, не помню, как она называется, я, наверное, в теории как-нибудь расскажу про нее, какую-нибудь из суббот расскажу про эту саму, про эту штукенцию, то есть это такая серость текста, что-то в этом духе, то есть у меня примерчик такой есть из книжки. Секундочку, мне нужно видеть, что я там показываю. Вот, значит, серость текста, то есть тут у нас получается текст более тоненький, потом все толще, 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 становится совсем толстеньким и, как видите, серость текста, она была сначала совсем светленькая, а потом потихоньку переходила в более черное. С этим связана также и наша вещей пунктуация, потому что многие вот эти символы, да, вот этот тире, многоточие и так далее, они по своему строению занимают гораздо меньше черных пикселей, нежели какая-то определенная буковка. То есть одна буква выглядит гораздо чернее, чем вот эта тирешка. И если мы не будем соблюдать правила вещей пунктуации, вот так вот, допустим, да, то здесь у нас нет никакой вещей пунктуации, все как бы новая строка, новая строка, все как бы начинаются новые строки, все как бы, как и должно было быть, как бы математически должно быть именно вот так вот, да. Ну, если мы, допустим, отъедем немножко в сторонку, подальше немножко, то мы увидим, что вот эта вот строчка, вот эта вот, которая бы не по, никогда, да, странно читается, ну ладно, Вот эта странная строчка, вот, допустим, её из-за того, что здесь у нас есть терешечка, она кажется какой-то не такой, какой-то она неправильно кажется. Хочется немножко сдвинуть немножко вправо. Почему? Потому что вот эта вот часть по своей черноте, она более чёрная, чем вот эта маленькая терешечка. То есть, как бы получается какое-то неравновесие получается. То, что вот эта маленькая терешечка, её как бы хочется немножко уравновесить и перетащить всю строчку немножко в правую сторону. Чтобы это сделать, мы просто-напросто перед началом этой строки вот здесь вот ставим просто-напросто один распробельчик. Раз, и мы тем самым уравновешиваем вот этот вот баланс этого черного и серого цвета. Вот. То же самое, допустим, вот в этом примерчике. Здесь гораздо будет поинтереснее это будет выглядеть. Здесь я два пробела поставила. Здесь у нас такая терешка, то есть как бы это не соединение, как бы слово, не разъединение слова, как терешка, а именно вот тире между двух слов. Если мы отъедем назад, вот это вот, да, мы терешку почти что уже в этом месте и не видим, да, и получается, что вот эта креветка, наше слово креветка, она у нас съехала настолько влево, что кажется, что вообще как бы цвет какой-то кривой. То есть терешку мы почти что не видим, издалека особенно, а слово креветка, она видна, какое-то черное такое пятно видно, да, и кажется, что как-то оно как-то криво поставлено. Именно поэтому мы здесь тоже делаем всякую пунктуацию, причем не один пробел, а даже два пробела вот таким вот образом. И вот это вот теперь, вот в таком виде, вот эту терешку мы, допустим, издалека не видим, а слово креветка у нас хорошенько распределилось по центру нашего, так сказать, воображаемого нами облака, рамки текста. Рамка текста в данном случае, давайте, наверное, вот в этом случае покажу, как она будет выглядеть, рамка текста в данном случае, потому что здесь эта самая рамка, она вот посюда идет, не совсем наглядный пример такой. Вот здесь, допустим, сделаем рамку текста. Рамка текста в данном случае у нас получается вот отсюда идет и вот досюда. Вот это наша рамка текста примерная, то, что наш глаз, по крайней мере, воспринимает. Конечно, на самом деле рамка текста, она вот такая, то есть отсюда, то, сюда, но наш глаз, вот эту вот терешечку, он никак не хочет воспринимать как нормальный символ, и поэтому мы эти символы должны убрать за рамку нашего текста, нашу воображаемую рамку текста, да, и уже весь текст сцентрировать именно по ней, по вот этой вот нашей воображаемой рамке текста. Вот. Так как в фотошопе такой функции, как весячая пунктуация, нет, нам приходится во многих случаях самому, самим делать эту самую весячую пунктуацию. Это делается довольно-таки простенько, если у вас довольно-таки длинный знак, как, допустим, терешка или, допустим, многоточие, это длинные такие-таки знаки, да, то просто-напросто перед этой строчкой мы должны добавить один маленький пробельчик, то есть, допустим, без пробела выглядит это дело вот так, и вот тут вот тоже убираем весячую пунктуацию, а с пробелом, с весячей пунктуацией, это просто-напросто перед строчкой, где у нас есть знак, которому нуждается весячей пунктуации, мы просто-напросто один раз пробельчик раз поставили, и здесь тоже раз поставили весячий пробельчик, весячий пробельчик, да. Дальше, какие символы нуждают весячей пунктуации? Обычно это символы пунктуации, которые такие широкие, то есть это тире, многоточие, вопросительный знак. Вот такой вот символ тоже, то есть вопросительный знак плюс восклицательный знак. Давайте я, наверное, где-нибудь с краю напишу список вот этих символов, которые нам нужны, которые нуждаются в всячей пунктуации, чтобы нагляднее это дело было. Так, текст. Берём текст, вставляем сюда. Так, какие символы? Тирешка. Тирешка, тирешка, я не тот шрифт взяла, секундочку, давайте возьмём обычный наш шрифт, вот этот вот. Вот, тирешка нам нужна, нуждаясь в всячей пунктуации, давайте шрифт побольше возьмём. Тирешка. Дальше у нас многоточие, раз, два, три точки. Дальше вопросительный знак. Вопросительный знак вместе с восклицательным знаком, они как бы тоже широкие. Вот такие вот знаки. Кавычки тоже частенько нуждаются в этих самых, в всячей пунктуации, причём и с той, и с другой стороны. Я где-то в ситоке у меня записывала визяшку, там по слову есть, это примерчик будет такой небольшой, тоже потом в ютуб тоже вставлю, посмотрите его. Там наглядно показывают про всячую пунктуацию, например, с кавычками. Так, какие там ещё у нас знаки есть? Знак звёздочка. Знак вот такой вот палочка. Если палка, конечно, сильно наклон имеет. Бывают такие шрифты, где наша палка, вот эта вот, ну, слэш, который наша, палка по диагонали, она у нас не такой наклон сильно имеет, она где-то имеет очень маленький наклон, и кажется, что она очень тоненькая. Допустим, если мы возьмём восклицательный знак в данном шрифте, то он у нас тоненький, он у нас выглядит очень тоненько, и поэтому мы не делаем всячую пунктуацию для восклицательного знака. Вот, ну, по-моему, и всё, да? Сейчас, секундочку, посмотрю, какие тут у нас всё, скобочки, по-моему, да? В шрифте Аниме Эйс ещё очень широкие скобочки, но, опять-таки, это зависит от шрифта. Бывают шрифты, где скобочки очень узенькие, и там всячая пунктуация, в принципе, и не нужна. Далее что? Далее, если у нас, допустим, как вот в этом примере, вот это вот, то есть сначала идёт пробел, потом снова терешка, тут нужно будет поставить два пробела перед этим телом. В знаке вот тут вот мы перед строчкой ставим всего один пробел, здесь тоже один пробел, здесь тоже один пробел, ну и так далее, короче, здесь везде по одному пробелу. Два пробела нуждаются только вот в таких вот случаях, как вот эта вот, как вот эта строчка. Так, ещё знаки, которые нуждают в зависимости от пунктуации, это знак квадратного скобка в одну сторону, квадратного скобка в другую сторону, то есть вот этот список знаков, которые нуждаются точно в шрифте аниме ACE2, висячей пунктуации. Знаки типа восклицательный, точка или запятая, они очень узенькие. Если мы перед ними поставим наш пробел для висячей пунктуации, то мы увидим, что наш текст съехал очень сильно в правую сторону. То есть у нас пробел вот такой вот жирный, а знак вот такой вот узенький. Особенно это хорошо видно, когда мы перед точкой ставим. Допустим, здесь поставим пробел наш, пробел он вот такой вот жирный, а наша точка вот такая маленькая узенькая. Восклицательный знак в шрифте аниме ACE, он у нас настолько близко посажен к последней нашей буковке, что в принципе кажется, что тут вообще не нужно никакой висячей пунктуации делать, потому что он такой формы, этот восклицательный знак в данном шрифте, что он очень хорошо смотрится, ну как черный этот сам баланс, нормально соблюдается. Вот, а вот допустим, точечка в данном шрифте, она очень маленькая, и она как бы, видно, что как бы хочется хотя бы чуть-чуть, но сдвинуться этот шрифт. Но если мы, например, один раз пробел, то слишком сильно идет перенос направо. Здесь можно сделать двумя способами у этой штучкингенцию. Либо мы выделяем наш пробел, вот мы выделили наш пробел, и меняем ширину нашего пробела. То есть вот эту вот штукенцию мы меняем, допустим, не 100%, а скажем, допустим, 50%. Сейчас посмотрим, секундочку. Давайте еще немножко сделаем поменьше. Допустим, пускай будет 30%, наверное, 30% пойдет, да? То есть, вот, секунду, это ширина нашей, секундочку. Почему он стал 50%? Потому что здесь случайно получилось. Так, значит, вот наша точка 100% ширины, и вот наш пробел 30% ширины, и они примерно одинаковые ширины получились, да? Ну, примерно. И вот получилось, что сейчас мы сделали такой баланс, хороший, и наша строчка вот эта вот, она чисто по центру распределилась. Ну, не этот самый, если мы точку как за символ не считаем. Вот, это раз способ. Второй способ, это применяет один из моих таперов в команде. Тоже такой, довольно-таки интересненький, интересненькая такая хитрость. Это мы просто-напросто в строчке, где у нас, которая заканчивается на точку, или на запятую, или на какой-то другой знак, мы перед этой строчкой ставим точно такой же знак. Допустим, здесь у нас окончается, строчка заканчивается точкой, значит, мы перед этой строчкой тоже ставим точку. И эту точку мы выделяем и делаем беленькой. Вот так вот, окей. Здесь, допустим, у нас сейчас стоит пробелчик, мы пробел убираем, мы здесь ставим тережку, и тережка у нас тоже беленькая стала, да, то есть, как бы до этого у нас такая черненькая, мы тережку тоже ставим беленькую. Вот, здесь, допустим, тоже можно восхитительный знак, тоже поставить восхитительный знак, мы его выделяем и ставим беленьким. И вот таким вот образом мы просто-напросто идеально создаем, так сказать, равновесие вот этого, наших вот этих символов. То есть, и с этой стороны у нас тережка стоит, и с этой стороны тережка стоит. И тем самым получается, что наш текст, наши буквы сами, они реально стали посерединке. Но у этого способа есть небольшой минус. Минус в том, если у нас текст стоит не на белом облачке, или, допустим, на чёрном фоне чистом какого-нибудь, а на каком-то таком фоне, типа вот такой вот серой массы. И это самое, в таком варианте наши белые символы, они когда-нибудь будут дозаметны. То есть, допустим, здесь у нас чёрные буквы плохо видны, а беленькая наша терешка, она хорошо теперь виднеется. Если мы же поставим сюда какую-нибудь обводку ещё дополнительную, давайте сделаем серенькую обводку, чтобы было видно всё, то наша обводка выдаёт все символы сразу же. То есть и точки наши беленькие, и терешка наша беленькая, которая не должна была быть видна. В общем, да, такой способ можно применять, но, как видите, не всегда он как бы хорошо подходит. Если у вас чистый белый фон, ну, либо чисто чёрный фон, допустим, то в данный способ можно тоже использовать. Но, опять-таки, это довольно-таки большая заморочка. Можете помучиться. Я делаю простенькую повисеть по актуации, просто-напросто перед вот этими символами, вот этот, перед всеми вот этими широкими символами, я просто один раз ставлю пробел, и мне этого достаточно. Мы делаем это всё дело как бы не за деньги, мы как бы не профи, ни в коем случае. И поэтому сильно заморачиваться я бы в данный момент не стала бы. На это пока всё. В следующем роте поговорим тоже про висеть по актуацию. В следующем роте, в смысле 15.2, тоже поговорим про висеть по актуацию, и расскажу про то, как в индизайне эту самую проблему решили. На это пока всё. Всем спасибо за внимание, и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова